значит у меня к истинному путь к истинному православию и ну подготовка к крещению я сам подготавливаюсь так как получилось у меня заблокировали в интернет сообществе видать неугодным чем-то не знаю чем видать плохо учусь или чего-то подготавливаюсь как могу у меня вопрос такой мне получается мне нужно обращаться что прийти к крещению надо найти кто бы это смог бы сделать верно то есть по местности моего жилья ну да лучше бы так а вы выпиваете спиртную никогда ну тогда не знаю я про наркотики не спрашиваю не курите да нет я недавно я пошел спать в два утра я недавно в кровати может я так выгляжу ну да я то все время с людьми общаюсь и какой-то у вас и вид такой взъерошенный я вылез я вид такой что я заработавшись с животными вот и все ну ладно тогда я то чем могу помочь или как да нет я вот советом хочу вашей помощи то есть подготовка как самому перейти к крещению ну возможно я же я же и от вас получаю информации то все ну да вот креститься у батюшки чтобы батюшка конечно бы ну принял бы мои как бы и обучить мои учения которые буду проходить чтобы они были бы ну на основе реальности как есть то что я умею то что не умею чтобы он знал будет допускать не допускаться так что а пришел допустил и ладно а вы кого имеете под словом батюшка кто священник а какой у нас местный здесь 7 километров от меня храм есть так каменный обе руслан молодой человек я с ним ни разу не разговаривал но с ним разговаривать тоже надо уметь подойти это каменный обе нет это литва а литва ну там надо искать искать и и чтоб человек был в возрасте как положено не меньше тридцати лет до 30 лет он не может быть священником его извергает каноны 6 вселенский собор 14 правила но я тут никак не могу если бы были где-то рядом тогда бы можно было а так но то крещение то вы знаете как тут готовится ты должен знать слово божие от всяких недостатка подойти пост соблюдаете соблюдаем но когда сильно работаем ноги на руки не тянут приходится что-то жевать а что именно жевать сухоедение рыба мне я рыбой больше занимаюсь вот во время поста мясо молочное яйца и рыба запрещены рыба только разрешается два раза забыть за пост вот сейчас на благовещение на благовещение и верное воскресенье все а если вы больные там трудно тогда разрешается ели растительное масло ничего больше больному там капли бината можно а так нет в лесу вчера были 20 метровые осины спускали и валяшки подбирали что нету если человек уже крещеный и он нарушает пост на два года отлучаются они не соблюдают после его крестить нельзя он язычник пост и никуда нельзя отойти он как только по подозрению у саула попал родной сын что он в этот день ел он сразу сказал казнить его из-за него вот так так что пост это важное оружие против сатаны господь говорит сети сей роды сгоняется постом и молитвой у нас просто такой смена меню настоящий пост когда человек не пьет и не ест но мы слабые нам разрешается так это растительная пища фрукты фруктовая там картошка овои овощи так а вот ну да вы в клайпеде где-то да недалеко километров 200 300 это далеко а вильнюс далекая а вильнюс как а хорошо дело в том что литва прибавка очень маленькая страна для изменяет здесь как стратегическое меняется все очень быстро постоянства нету а вы как там оказались а просто купил место жительства и как три года и пять месяцев уже здесь живу сколько лет живете три года и пять месяцев да как же так вы туда пошли в другую страну и я этого не понимаю я жил в латвии но там обратился к богу и уехал потому что в то время гнали везде а там было свободнее я жил в венспилсе на море работал а где вы там лесу то работать там леса какие леса мои я у себя как у себя сильно выводит ветром и и все и он ее же жалко чтобы она гнила вот ее подбирать раз упала осина или что надо пост нарушать как-то смешно даже не надо не под каким видом а вы во сколько встаете сегодня поздно так пол шестого в шесть а вы на вот теперь можете подсоединиться к москвичам у вас московское время они я там был они меня заблокировали очистили наверное ирина кондратюк и елена гладыщук а почему за что они мне не написали не просто меня вы выбросили и все но так не бывает валерий так не бывает это что-то где-то выгородили там какой-то ересь несли это все три обоих знаю но кроме женитьбы какая тут женитьба то зачем это нужно время последнее тут об этом думать вам сколько лет 43 ну и что главный огонь позади жениться да зачем тебе нужно то это скорее всего игра игра тихонович из-за этого заблокировали я не знаю и потом книги которые вы мне прислали я ирине кондратюк звоню на не берет трубки ну не знаю такой тут я слышал такое кто-то тут баллы стала искать себе невесту для женитьбы это право вот они серьезно разве у нас общество для того чтобы жениться мы духовно чтобы возрастали молиться конечно но дело в том что сестры не запрещали с ними общаться и на свободную тему нет такого у нас нету какие свободные темы тут все божественное а тут сватовство я слышал я значит о вас слышал это он был здесь и что-то там нанимает работники ему нужны вот такое дело я подумал что кому-то на деревне нужны ну так вот видимо вас и стал сразу говорить о невестах но тут по не поступили так как положено тоже не гневайтесь на них конечно они вести они невестах нет не надо это тут приходят такие начинают говорить как будто бы за спасение а дальше начинает городить как мусульмане вот я когда беседую все трубетки заблокировали скорее всего ну значит это о вас речь шла а как ваша фамилия ваша фамилия как переводится на русский язык матюлевич ну у меня белорусская фамилия матюлевич белорусский а почему вы не белоруссии почему я не в белоруссии но в европе прожил всю молодую жизнь так и остался на границе белоруссии и литвы ну я например это не понимаю потому что я много очень ездил вот с миссионерской поездкой мы барнауль алтайский край мы доехали до тихого океана и все районные центры посетили города и везде дарили книги свои 38 томов и потом проехали до атланте атлантики это испания скандинет там дальше уже португалия и тогда же проехали скандинавию прибалтику север турцию 650 библиотек от нас получили полный подарок нам обошлось это в 35 миллионов рублей это мы только подарили это господь делает так а тут побылы давай искать это не надо я не просто побыл искать я и всегда искал дело не в этом я всю молодую жизнь я как на службе был у меня нельзя было ни жениться не семью создавать я не получилось так что после короткой армии французского полигона пришлось работать по контракту а потом уже частная личная просьба мы с вами встречались нет раз встречались но то вы значит и есть ну да по интернету включались сигнал систики понятно я не знаю где вот я только был я рвусь домой в америку от меня заплатили там за дорогу все в канаду другие страны вот это если только все вообще бросить и там сидеть где-то у березки вообще все забыть бросить не так просто не знаю и считать и какие-то собственности и все то есть все вот так рвануть бросить значит все с время исаев пророк 13 глава 14 стих каждый побежит к своему народу вам придется бросать все равно везде гонение будет сейчас и выбросят как пробка вылетишь я был таких местах в отлаву божию если так будет а выпало то попали мы по литовски разговариваете плохо а по латышски нет не умею а сколько лет вы в литве живете три года но как же за три года до язык не выучили я вот в латвии был я за три с половиной месяца уже по-латышски разговаривал ну я его понимаю мне то чего вы чего его учить то я работаю у себя я ни с кем не общаюсь но страна другая страна другая говорят они они националисты то другое я понял они не такие у нас в армии были из литвы латвии эстонии прекрасные люди очень хорошие ребята почему я после армии оказался там и там меня бог нашел ну правительство жмёт всех но правительство директор и у вас один директор а здесь директор на депутат ну то есть есть кого погонять кому загонять но сейчас как было с других странах выселяют допустим русских и вот сегодня прикажут и когда дадут там два дня и все и ты никуда не денешься или продашь или бросишь или сразу возможно сразу в тюрьму на счет сделаешь это же было не один раз смотри как в разных странах по-разному относятся до этого вроде жили согласно и вдруг раз до свидания это мы считаем книги первое ездра и неемия всемирный развод провели они женаты были на той стороне где были там на литовках на латышей именно стояли разместись и с детьми и целые обозы поехали в свою страну все это это было в истории мировой так что крещение я не знаю тогда вы как думаете там смотрите ищите там же православная церковь есть православная там есть католиком то вам не смерь католиком то вам зачем жать там совсем по-другому это но не очень принимают и вообще окружение католичка то ли все католики так и на вид не очень так воспринимают больше посмеиваются ну да но мы я вот был когда у них они не смеялись очень хорошие люди я бы мы на ремонте стояли в клайпеде там на каждом доме написано шлюк шлемс плевательница мусор я прошу раз спрашиваешь что такое я так думаю что это оттуда куда мусор выбрасывать не бусора плевки плевки прямо на стене такая круглая маленькая такая сплюнуть туда там не мусор не плевки да ну да эта нация такая близкая к европе и там когда гитлер пошел они сразу все на той стороне оказались интересно да если вы были в британии там тоже мусорочка стоит специально для резиночки для резинки заходишь туалет и для мусора ну да если уже мусору говорить я там многое слышал в литве был познакомился первый раз встретил толкование блаженного фефилакта старообрядцы там у вас церковь есть старообрядческая беспоповская видать так что я если у нас в районе старообрядческая православная мы из литвы и в лапе из латвии приехали на ремонт корабля значит в латвии это нету а приехали к вам но это давно было 63 год игнатий тихонович а меня возможно подключить вообще так чтобы я бы никому не мешал бы просто ко мне был бы дозвон или я подключался к молитве просто ли это невозможно возможно но надо данные для этого то вы опять будете приглядывать на наших женщин это больше отвлечь сестер от того могут ли они вообще быть другими расположенными нет они они очень ревностные хочу сказать очень правильные вот и когда в чат рулетки разговариваю я там больше исламисты и вот если только я посажу рядом сестру она такая видная они сразу сколько лет замужем не замужем они прям топчутся в чат рулетки 95 процентов мусульмане они блудники страшные 4 жены разрешаются иметь ну я это хорошо что может присматривать для себя и навсегда но если бы давать на вот так взял выкинул по матросу бросил другой разговор нет если только вы дадите точное слово и подпишите на бумаге что ни с кем не разговаривать тем более с сестрами но я бы походотайствовал за вас походотайствовать она пишет не будет нет сначала давайте договоримся вы на бумаге напишите и перед собой будете держать печатными буквами я такое-то валерий матюлеевич обещаюсь ни с кем не разговаривать но только для молитвы тем более к сестрам нигде никому не писать и не говорить то есть показать надо чтобы вы осознали у нас это не положено ну давайте напишите мне покажите я тогда уже походотайствую высоты картинка я им покажу вот так прямо около груди поставите больш крупными буквами большую бумагу возьмите я валерий матюлеевич но я буду диктовать пишите давайте секунду я валерий матюлеевич дайте мне пару секунд пожалуйста давай раз-два секунды прошли так вот ушел да давно нету подойти должен видимо ручки нету бумаги вот так я тут так вы там автомобиль купил тут книги забрать но ирина кондратюк она не берет трубки на не общается они наверное решили что мне книги не нужны но не знаю что они решили я не знаю сейчас не про книги говорим а чтобы вам быть здесь потому что вы знаете в какое время мы собираемся самое малое это вы сделаете на это будет очень печально напишите я давайте пишите а потом крупно перепишите печатными буквами сначала просто напишите я валерий матюлевич дальше вел себя неправильно находясь в вашем сообществе вел себя неправильно находясь в вашем сообществе интернет нам точка и стал и меня исключили да я чувствую свою потерю чувствую свою потерю и желаю вместе с вами молиться и быть на занятиях обещаю да 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 это только начало обещаюсь ни с кем ни одним словом не разговаривать не писать не звонить обещаюсь не разговаривать не писать не звонить ни слова при нарушении этого договора я потеряю все что мне дал здесь господь вот так и подачи и прошу принять меня вот это надо написать прошу принять меня ваше содружество на свободный вход и пользоваться сокровищами которыми бог наградил здесь людей все сегодня по моему 9 9 апреля 2024 года валерий матюлевич снова напишите и распишитесь и вот когда все составите чтобы оно было красиво печатными буквами легко читалось все и как только сделайте мне покажите я сразу сообщу кому надо походатайствую за вас я думал вы моложе а вот в 43 года я моложе выгляжу ну так мне 43 ну не моложе вы выглядите я подумал вы с похмелья ну это хорошо что так хорошо что обманчиво иногда а то раз хваст и меня может не быть ну так подумали алкоголики прошли мимо ну да нет не мимо я не прохожу мимо я очень много работаю с людьми очень много господь позволил мне в свое время советской власти 72 году создать детский лагерь и зарегистрировать его детский лагерь без власти я его директор без смены 45 лет тысячи детей подняли без помощи государства мы показали что можно это делать и с нуля начали строить православную деревню одна на всю страну во всей стране уничтожено в российской федерации 81 тысяча населенных пунктов у нас может поселиться тот кто докажет что он не лжет не пьет не курит не матерится не ворует тогда мы первый раз говорим и тогда общее собрание решает в течение года голос он права не имеет не голосовать ничего у нас священника мой родной брат мне 84 четыре года будет от 10 июня брат моложе меня на пять лет протеерей неким да ну вот такое дело а на свободе то там бывает там строго с этим я я в рот и капли не беру но это прекрасно только без обмана чтобы не так что я сказал не подумал и но допустим одинокий человек у нас меня валерия я вот вы допустим такой к нам приезжает один одного не принимаем он говорит у меня знакомое есть если я женюсь то можно можно чтобы законно было повенчанное тогда строится будет и все как положено а тут нет содружести у нас этого нету она на практике на деле у нас этого разрешается так что вот так я понял да ну по порядок такой но все давайте вечно это очень хорошо пишите сейчас все печатными буквами но можете даже там где-то красным подчеркнуть ну чтобы все было записано и крупно считать и на меня выйдете я вас и тогда выйдете на вячеслава вячеслава семенова но тогда не это не будут советуется совет мужа у нас совет и не один не два человека совет мужей жаль женщина у нас не участвует совете вот так хорошо как ваше зрение ну конечно не не так как я каждый день сижу за компьютером 12 до 16 часов готовим к выпуску сейчас шеститомник называется будет проповеди во свете святой библии каждый том будет примерно 1300 страниц вот вообрази себе такого от создания мира не было огромный но не вмещаемся в шесть и уже толкемся рядом как бы не седьмой том и нужны средства средств нету только молитва это будет примерно около десяти миллионов стоить на тысячу экземпляров книг таких нет живых на связи вот в чем делать читать мы живые вот сейчас только вы говорите одна девушка это мать это не мать . елена гладыщук и она у нас познакомилась с одним юношей сейчас второй ребенок родился поменчались все как положено я знаю если не разговаривал с кем зарей хорошая она мне сейчас вопросы задала я ответил на весь интернет пошло почему раньше ходили мы везде евангелие раздавали а сейчас не ходим но я и ответил почему и как сейчас у нас более обширный вот у меня допустим три канала только на одном канале у я 81 миллион посетителей миллионов а тогда я поговорил евангелие дал до свидания тут мы встречаемся и с вами можем встречаться вам нельзя будет ни с кем разговаривать и с мужчинами и женщинами вы будете выходить только на меня я вот отлично понял ну да вот так это уже все знают об этом если которые люди высчитаны ушли им бы захода нету а есть такие с которыми я не могу общаться я сказал не желаю потому что столько бяки от них и они только через кого-то и я что-то напишу его могут перекинуть вот тут один азербайджанец есть гусейнов рустик тоже все невесту искал характер такой склочный где бы не работал и со всеми по скандалит выходит и какая-то женщина из дому у квартиры и спросил а чё ты молодой а бороду отпустил я так и хотел им бороду дать как же ты говоришь такое на работе что-то есть затеял что они не выполняют свою работу врачи а он рентген на рентгене работает ну и подали на него и вот туда видно выбросили и он лишний вес имеет и ну пробует там целую неделю не пьет не с опять растолстеет на меня на меня был он когда начал ругать наших людей я просто выщеркнул но оставлено лазейка через других так он сейчас такие дифирамбы мне поет там такой человек да сколько добра сделал он думать меня этим расстроить нет я долго долго его терпел и вижу не обнагрел охамел просто все люди ваши никуда не годные негодно зачем ты лепишься к ним образуя свою общину интернетное сообщество что правильно слабо вот это я слабо а вот сколько сел которые покинутые а там дома оброшенные все начинают там оттуда слабо а мы взяли землю получили от вас 30 лет назад мы были люди которые разъехались но все еще мы держимся вот по пол гектара у каждого было у староста у нас уже сейчас 1200 гектар он держал это 36 голов рогатого скота у вас только то нету ну я приехал я купил 40 соток сейчас у меня 25 гектар 27 плюс постройки новые то есть посадка леса происходит я купил эту деревню где не было воды ни колодца ни электрика теперь все тут есть но хорошо хорошо я брел пруду еще отдельно это уже один один 15 гектар пруд ну как озеро с дамбой и 3 по и 3 гектаровым поменьше кого я последние слова вам скажу не торопись жениться если вам должно будет вы сколько раз женились жизни ну не раз а тут по эти фиктивный брак был с тюмени гражданка россии так как она обещала паспорт мне обманула а вот это голова то у тебя есть зачем ты в этот блуд полез блудник и сейчас бумагу ведь россии это не годится душу заложил за бумагу фу срамота какая ну так так в европе я научен все за деньги так а вы бороду нигде не портите нигде никогда приятно все хорошо так я отхожу с богом богом жду когда вы выйдете покажете и там дальше начнем говорить давай хранится господь вас величать то как валерий просто валерия а кто отец как звать валерий казимирович казимирович ухты какой крутой мужик ну ладно отошел